Во-первых, как рыбу брать? Рыба, дверь, очень скользкая. И будет у вас из рук выворачиваться со страшной силой. Видите, как я держу? Вот жаберная крышка. Вот так вполне надежно. Так. Хорошо. Вот все, что нужно для работы. Приступим. И сначала посмотрим внешнее строение. Во-первых, то, что у рыб тела обтекаемые фоны, это знают. Теперь давайте разбираться, какие плотники и зачем они нужны. Прежде всего, что такой двигатель, понимаете? Ну, допустим, какие двигатели разные, вы знаете? Параболь. Параболь есть такой. Дизельный. Дизельный есть такой. Внутренний башневой. Внутреннее сгорание самое разное. Дизельное, карбюраторное и так далее. Хорошо. Двигатель. А что такое движитель? Понимаете или не очень? Не очень. Не очень. Движитель от того устройства, которое, используя работу двигателя, собственно, приводит в движение. Допустим, у автомобиля движитель называется колесо. А у танка? Гусеница. Гусеница. У вертолета? Парабель. Понятно, да? Хорошо. Так вот, что является движителем у рыб? Хвост. Только не хвост, а хвостовой плавник. Хвостом называется вот этот отдел тела. У рыб тело состоит из трех отделов. Первый называется голова, второй называется туловище, третий называется хвост. Где граница между головой и туловищем? Всем понятно? Где ее? Назовите. А там, где рыб лежат? Да, там плавник. Он разобрался. Это движитель. Тело ангулирует, и хвостовой плавник создает волну, отбрасываемую назад воды. Хорошо. А теперь все остальные плавники. Вот этот, как называется? Спиной. Спиной, совершенно верно. Как вы думаете, а карпы вообще вооруженные рыбой или нет? Не особенно. Не особенно. Прибиньте сюда, что. Можно даже в конце эти колечки? А вы просто пощупайте, какую мощность, какой толщины. Вот этот луч передний. Передний. А, да? А заодно на англоповнике, с вашей стороны, в первую очередь. Смотрите, какой. Ой. Это костяной шип. Вот такой длинный. Толщиной в четыре спички. А внутренняя поверхность у него представляет себя пилу. С костяными и ровными зубами. Так что, если кто-то собрался напасть сзади от коры, да, и с большим ртом взял, схватил бы рыбу. Как поднял вот так плавник, и что с ртовой полостью вот такую еще? Язык, небо, проповодный, причем удар страшной силы. Просто. Так что, аккуратненько. Рыба может выглядеть совершенно беззащитной, но беззащитным существ не бывает. Так? Вопрос. А зачем нужны спинной и анальный плавник? Попробуй ворочек. Вот за счет этих плавников больно ты не повернешь. Не беззащиты? Нет. Когда придешь домой, попробуй такой фокус сделать. Налить в ванну вот столько воды, на поверхность воды положить карандаш, он не утром, он деревянный, так? И щелкнуть по его концу. Как по-вашему, карандаш проклывет всю ванну по прямой? Нет. А что с ним будет? Нет. А его будет закручивать. А теперь возьмите половинку лезвия и бритвы и аккуратненько вставьте, врежьте в карандаш. Вот так, чтобы эта стальная пластиночка выступала из карандаша вдоль. И повторите опыт. Будет ли крутиться карандаш? Нет, не будет. Это называется стабилизация движения. Стабильность – это устойчивость к постоянству. Стабилизаторы – это система, которые не дают закручиваться. Вот они, продольная пластина. Раз, продольная пластина, идущая по центру тела. Два, продольная пластина. Так? Вот это плавники не парные. Пару в них нет. Их основания крепятся к остистым отросткам позвонка. Оберните к доске. От каждого позвонка в хвостовом отделе отходит в сторону спины спинной остистый отросток? Отходит. А в сторону живота брюшной остистый отросток? Отходит? Отходит. Соответственно, к этим отросткам, которые вот так вот идут сквозь телу, и прикрепляются основания плавников. Теперь вопрос. А вот в этой части тела можно ли плавники прикрепить к остистым отросткам? Нет, нет. А почему? Там, там. А здесь внутренние органы. Поэтому во всем туловичном отделе брюшных остистых отростков не бывает. Представьте себе, если бы они были, то они проткнули бы внутренние органы. Мало бы того, что вам проткнули печень. При ондуляции что произойдет? При ондуляции они же вот так двигаются. Вам проткнули печень, и еще вот так двигают. Понятно, что вещь совершенно невозможная. Не бывает лишь на хостистых. Вопрос. А почему тогда плавники крепить будем? Или их можно оставить для стерпления? К рёбрам. Совершенно верно в туловичном отделе. Брюшных остистых отростков нет, но в каждом миомере, в каждом мышечном сегментике проходит пара костяных дуг, идущих от брюшной стороны и прирастающих по зону ребра. Вот к ним-то как раз брюшные плавники. Видите, они парные, их две штучки. Брюшные плавники крепятся. Грудные плавники крепятся еще надежнее. Вот жаберная крышка. Жаберная крышка – это толстая, сложно устроенная костяная пластина. Она занимается очень важными вещами. Сейчас вы видите, какими. Но если вы пощупаете вот эту кромку, туловичную кромку жаберной крышки, вы увидите, что здесь исключительно прочный костяной слот. Вот эта крупная кость, она по форме как серп, идет за жаберной областью. Так, верхушечки прирастают к черепу, стороны брюха, два клейтрума, вот здесь под жабрами, соединяются и срастаются друг с другом. И получается вот такая дугообразная опора, на которую собственно и крепится грудной плавник. Так, а теперь вот эту ямку, видите, показываю, вот ямка. А как, Павел, что это за ямка такая? Сустав. Ямка? Сустав. Сустав вот здесь, вот под этой костю. А вот сама ямка, как называется, надо сказать, она у вас есть. Вы знаете, вот это подмышки. Это подмышечная парня. Дело в том, что из грудных плавников прыг, так, при выходе на сушу, что образуется? Ямки. Какие? Передняя. Передняя, передняя конечность. Совершенно верно. А из этих задние. Соответственно, вот эту ямку, видите? Да. Паховая ямка. Так что заготовка уже готова. Происходит просто усложнение скелета и мускулатура самих плавников. Хорошо. Кроме плавника, кроме разных плавников, на что надо обратить внимание? Видите, вот эту полосу, идущую вдоль тела, примерно посередине тела. Это принии? Да. По этой принии расположены самые главные органы чувств рыба. Так? Глаза для рыба не настолько и важны, как для нас. Скажите, какая среда прозрачнее, воздух или вода? Воздух. 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 Во много тысяч раз. Вы когда-нибудь видели съемки поверхности Земли с орбиты и с космоса? Да. Ну, космические снимки. Видите? Да. Вот скажите, чтобы такой снимок получить, луч света, какое расстояние от поверхности Земли до объектива проходит? Огромные. Ну, всю атмосферу. 100 километров. Так? Так? И при этом вы вполне видите все детали на поверхности. Атмосфера прозрачная. А как по-важному, если взять самое прозрачное море на планете Земля, то на каком расстоянии в этом море под водой можно хоть что-нибудь увидеть? Что это? Метров 50? Ну, чуть меньше 50 метров. 100 метров ни в одном море невозможно. Кстати, а какой море самое прозрачное? Там северное море. Ну, вот в данном случае. Нет, в данном случае не северное. Да. Которое без берегов. Совершенно верно. Откуда мыть в морях? Если не биологическую мыть берем, а минеральную. Песок. Песок. А песок какую мыть? Берегов. От берегов и от дна. Да? А есть у нас одно море без берегов вообще. Саргасово море. Между Флоридой и Кубой. Так? Ограничено Саргасово море в петлю океанических течений. Ну, в частности, одно из них альфстрим. Который его потом греть будет. Вот. Вот там 50 метров прозрачность. Дальше, чем на 50 метров, увидеть ничего нельзя. Поэтому рыбьи глаза с нашей точки зрения страшно близорукие. Ну, если нельзя, в принципе, нельзя рассмотреть далекий предмет, то зачем иметь возможность настраиваться на даль? Вещь бессмысленная. А главным органом является как раз органы боковой линии, располагающиеся вот здесь вот в толще ковка по этой ремеечке. Они воспринимают колебания воды. Причем, скажите, может ли волка плыть по воде так, чтобы не оставлять волн совсем? Нет. Хорошо. А волны от лодки только по поверхности идут или в толщу воды тоже идут? В толщу воды тоже. В толщу воды тоже. В толщу воды тоже. Это редкие чувствительные к волнам. Да? То можно определить, во-первых, кто вокруг тебя движется. Во-вторых, сама рыба движется? Да. Является она источником волн в результате? Да. Хорошо. Опять, что будет, если вошли в пещеру и крикнули? Это. Это. Вот рыба движется. Сама она источник волн. Если рядом какие-то предметы есть, пускай они неподвижные. Волны вод отражаться и возвращаться. Это эхо-локатор. При помощи боковой линии рыба может ориентироваться даже в полной темноте. Им цвет-то, в общем, не нужен. Для того, чтобы не натыкаться, для того, чтобы найти добычу, уклониться от хищника и так далее. Так? Хорошо. На что еще обратим внимание? Ну, давайте смотреть. Теперь с головой разбираться будем. Ну, во-первых, вот это что такое? Сейчас приподнимем. Так. А вот это? Боже. Ну-ну-ну, смотри внимательно. Смотри внимательно. Что это? Сколько парусиков у карпа? Задаю вопрос по-другому. Две пары. Вот они маленькие, вот они большие. Что это? Смотри. О, хороший вопрос. А че усы? Для красоты, беру ответ. Не столько для осязания. Здесь есть осязательные, конечно, рецепторы на усиках. Но в основном там химорецепторы Назвать это обонянием сложновато У нас просто нет такого ощущения Вот скажите, вы можете засунуть палец в суп и сказать Опять недосолили? Нет У нас химорецепторы находятся во рту И в носовой полости тоже Возбуждение рецепторов изо рта мы называем КУС А возбуждение химорецепторов из носа мы называем запах А вот на поверхности кожи у нас никаких нет химорецепторов А у них есть Есть у всех водных жителей Так что здесь кроме исцезательных и химорецепторы еще есть А теперь, хорошо, а вот это Что за пары ямок? Раз, два Ноздри Ноздри, совершенно верно И как по вашему, если я вот так войду в ноздрю Побоже Где я окажусь? В ямке Хорошо Если я введу гибкий зомб в ванку ноздрю В водке, разумеется Полость носа соединяется с, точнее, не с ртовой полостью, а с водкой Хорошо, это просто вторая дорожка А у рык? А нигде не кажется, в ямке А у рык замкнутая полость носа Это просто ямка Стенка, которая имеет мышцы, если они сокращаются То этот объем сжимается Если они расслабляются, объем растягивается, расширяется Ну и зачем это надо? Ну, там тоже рецепторы Вот там схемы рецептора От которых, собственно, будет происходить наше обоняние Так? Вот эти сжатия, расширения Зачем нужны? Новая порция воды, конечно На проверку, что там вокруг творится И вот теперь работа, собственно, жеберных крышек Обратите внимание, что сейчас будет с челюстями И у рыб рот работает совершенно не так, как у нас Мы как открываем рот? Мы вот так открываем рот А рыбу вы совершенно верно показали Вот так открывают У них нижняя челюсть уходит вниз А верхняя челюсть уходит вверх Помните, вчера челюсть акул я показывал Верхняя челюсть не перерастает в череп Она подвешена под череп Поэтому верхняя челюсть тоже активна И внутри головы просто суставы разных костей Подобраны так, они образуются тем, что если жаберная крышка Отходит вверх, отодвигается от тела То рот открывается А для того, что а порция воды пошлачатая сжатия? Вот, а давайте смотрим, что будет Вот я приподнял жаберную крышку Что вот здесь в щели находится Ну вот эти органы называются жабры Вот, собственно, жабры Это и есть Знаете, у ланцетника Жабры стоят в жаберных щелях А жаберные щели где? У всех позвоночных В боковых стенках в облаках Это значит, что между жабрами нужно найти в облаках Хорошо, а теперь смотрим Вот эта жаберная крышка Слышите? Она твердая Так? А вот по заднему краешку Жаберной крышки Висит вот этот лоскутчик Он твердый или нет? Нет Нет Мышц в нем никаких нет Нет, это клапан Это клапан Если жаберные крышки Раздвигаются Что с объемом лодки происходит? Увеличивается Увеличивается А при увеличении объема Что с давлением? Ничего Падает Как поведется этот клапан? Вот, посмотрите, крышечка приподнялась Там внутри давление меньше, чем снаружи Идет? Клапан прижался к стенке тела Понятно? Разница силы прижала клапан к стенке тела Может и вода пройти в лодку Вот здесь Полкрышка Не может В это время рот открыт В результате вода через рот входит в лодку Теперь рыба сводит жаберные крышки Что с объемом лодки? Уменьшается Что с давлением? Увеличивается Увеличивается В это время рот закрылся Давление лодки выше, чем давление на улице Что сделает клапан? А вот так-то и поднимется В результате на выход вода пойдет не через рот А между жабрами Омывая по дороге жаберные сосуды Вот так работает насос Который постоянно прокачивает воду Сквозь жаберную систему рыб Ну и плюс к этому Жаберные крышки защищают жаберную область Дело в том, что вот здесь Между основаниями грудных плотников Вот здесь Что за район такой внутри тела? Сердце Да, переградиарная область Здесь сердце И брюшная аорта от сердца Отходит вот так вот По дну лодки А от нее отходят все жаберные артерии В результате Вот через этот маленький район Постоянно прокачивается вся кровь Абсолютно вся Так? Поэтому жаберный район Ну просто Исключительно Уязвимое место Ну а хуже, допустим А у всех хрящевых рыб Нет жаберных крышек У них жаберные щели Просто открываются Ну вот у нас На поверхности кожи Так? Район не защищен Поэтому Значит Ну во всяком случае Народное поверье есть такое Сам я съемок не видел Эта акция Но достаточно часто Встречаюсь со свидетельствами Дельфины Дельфинная Существует стадная Значит На взрослого дельфина Акулу нападать не будет Ну во-первых Взрослый дельфин быстрее Да? А во-вторых Он не обязательно А вот на детеныша Акулу нападать могут У акул режущие зубы Вы вчера видели А у дельфинов И у колющих А у них колющие Такие вот маленькие Зостренные штырьки Ну и что Этим зубами Можно сделать с акулой С учетом того Что шкура В акулу Исключительно прочная Ничего Ничего нельзя А дельфины убивают Акулу Как? А у нос Вырезают Они просто Таранят на скорости Вот сюда В жаберной области А она не прикрыта Вот такой защитой Так? Удар в район жабры А вот костная рыба Здесь имеет очень надежную защиту Потому что жаберная крышка Опирается на плейтрон Вот на эту мощную кость Основание грудного плавника То есть это защита И дай бог Так Ну по поводу внешнего строения Наверное все А последний вопрос Граница между головой и туловищем Очевидна Жаберная ощущение Да? А вот граница между туловищем и хвостом Где было? Да Абсолютно правильно Поверните на доску Смотри Туловищем называется Тот отдел тела Где есть целом Вторичная полость тела с органами Вот как не вспомнил рыбу Понять Где кончается целом А вот посмотрите Там же это видно Кишка выходить будет на улицу В самом-самом конце целом Поэтому Аннерное отверстие Это очень хороший ориентир Окончание туловища Вы знаете как вообще Биология определяется хвостом Какая часть тела называется хвостом Постанальный участок тела У дождевого червяка Ну не у дождевого червяка У него просто нет хвоста Аннус у него открывается в конце А у беспозвоночных Будет ли позвоночник проходить через хвост? Ну если по определению беспозвоночный Так? Постанальный участок тела То есть Вот аннерное отверстие Вот оно У хвостных рыб нет лавака А как раз анус У большинства Во всяком случае Так? Вот это хвост Вот в этой части Что-нибудь кроме мышц Костей Нервов И кровеносных сосудов Есть? Нет Здесь только обороны А вот в этой В этом районе Как раз внутренняя полость С внутренними органами С которым мы сегодня Будем знакомиться Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова